В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! И сегодня мы поговорим о том, как выявить возможные риски своего здоровья. В гостях у нас Олег Аргешев, заведующий онкологическим отделением хирургических методов лечения опухолей молочной железы Приморского краевого онкологического диспансера и врач регионального центра общественного здоровья Ирина Дега. Добрый день! Добрый день! Олег Александрович, первый вопрос будет адресован вам. Несмотря на то, что мужчина в нашей студии, говорим о заболеваниях молочной железы, какова сегодня вообще заболеваемость в Приморье по онкологии? Если вести речь о заболеваемости в сравнении за какие-то годы и то, что часто обсуждается среди населения без медицинского образования и в СМИ, это повышение заболеваемости злокачественными процессами, в том числе рака молочной железы. Здесь имеет смысл вести речь о том, что у нас улучшается диагностика заболеваний и, может быть, иногда стоит перефразировать, что растет не просто заболеваемость рака молочной железы, а растет выявляемость рака молочной железы и растет выявляемость более ранних стадий. Конечно, пандемия COVID-19 внесла свои коррективы. У нас временно отменялась диспансеризация в связи с загруженностью амбулаторного звена, работой с пациентами, с инфекционным процессом. И это отразилось и на нашей службе. Однозначно мы видим снижение количества выявленных случаев, и это не говорит о том, что замечательно мы победили рак. Это говорит о том, что мы его меньше выявляли в этот период времени. Поэтому на данный момент мы ожидаем роста количества заболеваемости, связанное с тем, что мы снова вводим диспансеризацию, снова к ней приступаем и приступаем к ней более активно. Поэтому заболеваемость растет, выявляемость растет, но при этом улучшаются показатели лечения за счет этого однозначно. А, например, по сравнению с советскими временами количество заболеваний возросло или нет? Однозначно возросло, и в онкологии имеет смысл вести речь даже о более кратких промежутках времени. Даже пятилетний рубеж, период имеют разительные изменения как в результатах лечения, так и в рамках диагностических процедур, в рамках выявления заболеваемости. Поэтому даже если мы сравним показатели 5-10 летней давности, это будет разительное отличие в сторону увеличения количества выявленных случаев, причем увеличение количества выявленных случаев на первой-второй стадии заболевания и снижение количества запущенных случаев рака молочной железы. Если же говорить о советских временах, то такая большая пропасть времени между нами уже, что эти показатели будут просто огромными. Вот так, во времена ковида, казалось бы, мы все боимся ковида, но рак никуда не делся. И, к сожалению, это заболевание прогрессирует, насколько я понимаю. Я бы сказал, что мы научились его лечить лучше, и, скажем так, само заболевание не стало течь хуже, и мы можем пациенток на данный момент обнадежить тем, что все-таки большее количество пациенток мы сможем излечить от этого заболевания. Поэтому сказать, что заболевание прогрессирует и как удавка на шее сдавливает наше здравоохранение и, в общем и целом, наше население, нет, становится лучше. Но это проблема, которая никуда не денется. Как вы и сказали, никакая ни пандемия, ни геополитическая обстановка в стране ничего не изменит, и рак был, есть и будет. Нам нужно постоянно с этим жить, быть на стороже, и как специалистам здравоохранения быть готовым к диагностическим и лечебным мероприятиям, так и населению быть на стороже относительно своего здоровья, быть готовыми обследоваться при обнаружении каких-либо симптомов. Ну вот, если мы говорим об обнаружении симптомов, как заподозрить, что у человека вдруг случился рак? Все очень сильно зависит от того, о каком злокачественном заболевании мы ведем речь. Даже в пределах одного органа есть разные типы злокачественных процессов. И если же вести речь о разных органах и системах, то это будут абсолютно разные симптомы. Поэтому не выявить какого-то одного конкретного симптома, который даст нам информацию о том, что вам пора срочно бежать обследоваться. Поэтому основная рекомендация, если вы видите, что что-то не так, или если вам просто кажется, что что-то не так, то обратитесь в свою поликлинику по месту жительства к онкологу или же к терапевту. Эти специалисты проведут дополнительное обследование. И если вам показалось замечательно, у нас все хорошо. Если же кому-то не показалось этого человека, мы сможем на ранних стадиях излечить от этого заболевания. Поэтому конкретно если вести речь о злокачественном заболевании молочной железы, о раке молочной железы, то чаще всего это появление новообразования в молочной железе, которое пациентки сами находят. Когда в душе моются, очень часто рассказ пациенток, мылость в душе нащупала, так и выявила. Это изменение кожных покровов, это появление каких-либо втяжений, и, в общем и целом, изменение асимметричное молочных желез. Допустим, втяжение сосков, втяжение локальной кожи, ее утолщение. В общем, все то, что не нравится. Если вести речь о других каких-либо органах и системах, это заболевание желудочно-кишечного тракта, это примесь крови в стуле. И если вести речь о легких, это кашель, чувство нехватки воздуха и так далее. Перечислять можно практически свои симптомы для каждого заболевания. Их множество. Поэтому совет один. Если вам кажется, что что-то не так, обратитесь к специалисту, который уже определит, вам показалось или вам потребуется наша помощь. Ирина Львовна, а какие существуют группы риска? Мы начнем с того, что существуют факторы риска. Несмотря на то, что заболевания разные, хронически-инфекционные, онкологические, практически все они имеют одинаковые факторы риска. Они всем известны, но тем не менее, их корректировать как-то не сильно торопятся некоторые. К ним относятся, во-первых, курение. Потому что курение провоцирует, в первую очередь, раки дыхательных путей, то есть рак легких и прочей направленности. Затем неподвижный и малоподвижный образ жизни. Он тоже является, собственно, таким предиктором возникновения онкологических заболеваний. Неправильное питание. Это различные, возможно, раки кишечника. Затем, что еще? Избыточный вес, конечно, тоже является. Злоупотребление алкоголем. То есть все факторы риска, они одинаковые. И мы вообще говорим о том, что от образа жизни зависит 50% нашего здоровья. Если мы будем вести правильный образ жизни, мы уже в половину будем более здоровы, будем стремиться к тому, что у нас не будет заболеваний ни хронических, инфекционных, ни злокачественных. Правильный образ жизни – это залог здоровья. Как бы ни твердили врачи, как бы мы ни нарушали эти запреты, все-таки… Все-таки, да, нужно вести правильный образ жизни, здоровый. И, конечно, профилактические медицинские осмотры должны проходить все ежегодно. Это тоже важный момент. А вредные привычки, которые существуют, ну, наверное, у 90% населения, так или иначе, они реально усугубляют течение этой болезни? Конечно, безусловно. Они вызывают ее. Является именно… Мы говорим о том, что это фактор риска. Это один из моментов, который вызывает это заболевание. Да, я думаю, что добавлю. Рак, к сожалению, полиэтиологичное заболевание. То есть оно вызывается многими факторами. Когда пациенты действительно приходят, они задают вопрос, а почему я заболела? И у нас, в принципе, всегда один ответ. Ну, для 99% пациентов, что мы сейчас не найдем причину, и мы вам не скажем, что вам такого нужно было сделать или не делать, чтобы 100% не заболеть злокачественным процессом. Поэтому действительно даже у самого здорового человека, кто абсолютно не курит, не пьет, занимается спортом, у него немалоподвижный образ жизни, к чему нас всех работа часто склоняет или еще что-либо, он тоже может заболеть злокачественным заболеванием. Поэтому одно из заблуждений пациентов, что я полностью здоров, я не пью, не курю, у меня наследственность хорошая, не пойду обследоваться, чем я могу заболеть. Нет, это абсолютно неверно. Но однозначно, если человек не подвержен вредным привычкам и утрируя у него шансы там заболеть 1%, по сравнению с тем, кто курит, пьет и ведет неправильный образ жизни в 50%, то, конечно же, это абсолютно разные цифры, и группой риска будут конкретно те, кто нарушает наши нормальные правила поведения. А стрессы, они также влияют на возникновение заболевания? Стресс один из самых, наверное, важных факторов. По данным исследований, в хроническом стрессе находится до 50-70% населения крупных городов. Я думаю, что это по официальным исследованиям. А на самом деле, кто из нас не испытывает стресс хотя бы раз в месяц выраженный, связанный с работой, с семьей, с чем угодно. Даже с обстановкой просто в пробке стоять, в магазине в очереди, все, что угодно. Поэтому однозначно мы все этому подвержены. И, конечно же, стресс негативно влияет на все сферы нашей жизни, как наши ощущения от жизни, так и, конечно же, подверженность заболеваниям. Причем заболеваниям не только злокачественным, но и заболеваниям сердечно-сосудистой системы, заболеваниям злокачественным и прочее-прочее. Поэтому, увы, да, однозначно повышает. Однозначно мы все не сможем избавиться от стресса. Однако, если мы сможем его уменьшить, если кому-то повезет даже исключить, то, конечно же, я думаю, это положительно отразится на нашем здоровье во всех его аспектах. То есть я где-то слышала, что рак – это именно стресс, что это какие-то непрощенные обиды, невыговоренные слова, что-то вот такое. Это правда или отчасти правда? Если мы ведем речь о непрощенных обидах, невыговоренных словах, то мы… кто-то это может воспринять не совсем верно и отнести к какому-то шаманству, колдунству, да? Там заговоры и прочее-прочее. Поэтому с этой точки зрения нет. Но если же мы ведем речь именно о том, что мы что-то недоговорились, что хотели сказать, и наше недовольство и стресс копятся внутри, и именно этот стресс и повышает риски злокачественного процесса, то здесь да. Поэтому это достаточно важно, и здесь необходимо работать с собой, но вот не в рамках примет, а именно в рамках своего ментального благополучия. То есть вы должны быть довольны своей жизнью, находить красоту в окружающем и не жить в рутине. Интересный момент. Если ты житель города, ты понимаешь, что тебе делать, ты идешь в поликлинику, если вдруг заподозрил, да, как вы уже сказали, что-то неладное. Что делать тем, кто живет у нас в отдаленных районах края, это север, допустим, даже? Как быть там? Там фельдшерско-акушерский пункт, и на этом все. У нас сейчас с января этого года достаточно сильно изменилась законодательная база именно в рамках онкологии. Это один из приказов, который в прошлом году крайне много обсуждался по всей России, и он очень сильно помог именно пациентам отдаленных регионов, районов и регионов. Если же вести речь более приближенно к пациентам, к самим, то если вы обнаруживаете, что у вас что-то происходит не так с вашим здоровьем, то вам необходимо обратиться к ближайшему врачу, кто у вас есть в доступе. Если это действительно фельдшерско-акушерский пункт или поликлиника при центральной районной больнице, то пациенту необходимо обратиться туда, и там специалисты проведут какое-либо минимальное обследование, которое возможно на том этапе, и направят уже к профильному специалисту. Если это необходимая консультация онколога, то либо к нам, либо в Центр амбулаторной онкологической помощи. В случае, если в ближайшем медицинском учреждении нет доступа к необходимым обследованиям, часть обследований действительно очень узкоспецифичные, они делаются только у нас, то специалисты здравоохранения просто-напросто районной поликлиники направят конкретно к нам сразу же на обследование. Если же вдруг так случилось, что совсем никого нет, хотя крайне редкая достаточно ситуация, действительно бывает какая-то удаленность от ближайшего пункта, но так, чтобы совсем никого не было крайне редко, но даже в такой ситуации пациент имеет право обратиться напрямую в онкологический диспансер, и ему не откажут в оказании помощи, прежде всего, с диагностических процедур, и в дальнейшем, если это потребуется, конечно же, в лечении. Олег Александрович, как часто нужно обращаться к врачу, чтобы выявить, не хочу говорить у себя, чтобы выявить это заболевание? Чтобы предупредить его. Чтобы предупредить, да. Ну, назовем это так, хотя не совсем верный термин. На самом деле, достаточно много диагностических процедур у нас заложено в плане обследований для пациентов определенных возрастных категорий, для скрининга, для ранней диагностики рака различных локализаций. И пациенту всего не упомнить и в голове не удержать. Если честно, я тоже все досконально абсолютно не смогу помнить, просто-напросто потому, что это и не требуется. Пациенту достаточно вовремя проходить диспансеризацию, когда она проходит в его возрастной группе, когда происходит вызов на эту диспансеризацию. И уже специалист, который обучен именно скринингу этих заболеваний, который знает в каком возрасте, с какой эпизодичностью, что конкретно нужно пациенту проверить, он это сделает. Поэтому срочно брать ручку, сейчас записывать в таком возрасте то-то, в таком возрасте то-то так часто нет необходимости. Вызвали на диспансеризацию, появились, на нее специалисты все озвучат и сделают. Вот если вести речь о конкретно раке молочной железы, исследованиями доказано, что наше население получает пользу в рамках снижения количества запущенных случаев рака молочной железы, если раз в два года женщинам, начиная с 40 лет, проводится маммография. И, конечно же, желательно, чтобы это была цифровая маммография, но, насколько я помню, у нас практически во всех районах края сейчас стоят одни из самых современных маммографов. То есть, качество диагностики на высоте. Это в рамках молочной железы. Этих диагностических процедур еще достаточно много, поэтому ответ на это все один. Диспансеризация и вовремя не прогуливать ее. А, кстати, очень интересный момент. Почему мы сегодня говорим так много о раке молочной железы? У нас проходит неделя борьбы с раком молочной железы, и она проходит достаточно часто. На моей памяти это вторая неделя уже в этом году. Не слишком ли это часто? Не обделили ли мы что-либо своим вниманием? Я думаю, что нет, потому что рак молочной железы занимает одно из первых мест как по заболеваемости, так и по смертности, как в России, так и во всем мире. И поэтому, чем более распространена проблема, тем чаще мы о ней говорим. Поэтому надо чаще это обсуждать, чтобы и пациенты, и специалисты были насторожены. И мы все неблагоприятные, запущенные случаи свели на нет. И всем 100% пациенток я мог сказать, что мы вас абсолютно 100% вылечим, потому что мы вовремя выявили это заболевание. Ирина Львовна, вопрос тогда к вам. Профилактика. Как и что делать? Ну, вот начнем с... Мы уже, собственно, сказали, что нужно ежегодно проходить осмотры у врачей. Профилактические медицинские осмотры или же диспансеризацию. Вот сейчас в Приморском крае, начиная с 11 апреля, проходит акция, которая называется «Здоровые сердца Приморья». Ну, по сути, это диспансеризация, только здесь могут проходить ее не только, вот, скажем, как, ну, по 404-му приказу по диспансеризации люди определенного возраста, а могут пройти абсолютно все жители Приморского края, начиная с 18 лет, не дожидаясь не один раз в три года, а можно пройти в это время. Вот. Вот. В чем еще, скажем, преимущество вот проведения этой акции? Вот. То есть, ну, акция направлена на раннее выявление заболеваний и на выявление факторов риска. Причем здесь есть такие большие два скрининга. Почему называется «Здоровые сердца Приморья»? Это большой скрининг по сердечно-сосудистым заболеваниям и большой скрининг вот как раз по онкологии. То есть, можно выявить здесь вот как минимум на первом этапе этих обследований диспансеризации. Можно выявить пять локализаций новообразований. То есть, вот здесь нужно учитывать, смотрите, все факторы. Вот начиная с заполнения анкеты. То есть, первый этап – это заполняет пациента анкету. Здесь нужно, в общем-то, добросовестно и честно отвечать на все вопросы, потому что она построена таким образом, что по совокупности ответов, собственно говоря, медицинский работник уже будет, может, заподозрить то или иное заболевание, направить его там, скажем, на дополнительные методы исследования или направить даже на второй этап, даже по анкете. Поэтому честно, правдиво отвечать на вопросы. Здесь учитывается и анамнез, да, и в прошлом семейный анамнез, болели ли родственники теми же злокачественными заболеваниями. Вот. Затем, что в этой акции тоже важно, все медики теперь работают без выходных с 8 до 8 вечера, то есть ежедневно с 8 до 8 идет прием пациентов и в субботы, и в воскресенье. Поэтому здесь люди могут прийти в любое удобное им время и в течение, скажем, двух часов, собственно, обследовать свое здоровье. Плюс, даже если это праздники, все равно люди работают, и нет необходимости привязываться к поликлинике. То есть вы можете пойти в любую лечебную организацию и там пройти обследование. Что еще хочу сказать? Кроме... То есть они проходят по всем поликлиникам, но даже в рамках одной поликлиники проходит это прием пациентов по всем филиалам. То есть, допустим, первая поликлиника Владивостокская в четырех филиалах проходит, вот третья поликлиника Владивостокская по двум адресам. В самой поликлинике еще на Светландской, 38. И такая же ситуация по остальным поликлиникам. Поэтому приходите, обследуйтесь и, собственно, вы являете свои какие-то факторы риска. Но и если возникнут какие-то заболевания, вернее, подозрения заболевания, вас направят на второй этап, и там вы пройдете уже более узких специалистов и дополнительные исследования. А кому обязательно нужно пройти, поучаствовать в этой акции «Здоровые сердца Приморья»? Ну, поучаствовать нужно всем, конечно, вот я сказала, жителям, начиная с 18 лет, и плюс обязательно тем, которые перенесли ковид. Они проходят углубленную диспансеризацию, потому что, то есть вот сразу какие-то осложнения могут не возникнуть, но через несколько месяцев они появляются. Поэтому здесь важно и сперметрию сделать, и компьютерную томографию, и доплеровские исследования вен нижних конечностей. То есть здесь уже идет такое глубокое всестороннее обследование пациентов. Пять видов рака, правильно, мы выявляем во время акции на первом этапе только. Что это за локализация? Ну, это рак шейки матки, скажем, у женщин, да, то есть они обязательно проходят гинеколога, берут анализ на атипичные клетки. Рак молочной железы – это маммография. Дальше рак предстательной железы – это тоже онкомаркер ПСА. Следующий рак у нас, что рак толстой кишки – это гемотест, который сдают, да, исследования. Вот самое смешное, иногда, знаете, люди пишут отказ. Я не буду сдавать. Казалось бы, ну, сдать такой анализ. Почему ты не хочешь? Я не хочу знать. Вдруг что-то обнаружат. Ну, это вообще противоречит всякой логике. Вот. Поэтому нужно знать вообще, что с тобой будет завтра, потому что здесь, в чём, собственно, преимущество? У человека ещё нет никаких проявлений, нет никакой клиники. Но вот такие иммуноферментные методы позволяют уже выявить, что что-то уже не так в организме. И сделать, ну, собственно говоря, раннюю диагностику. На втором этапе рак лёгкого, рак прямой кишки, рак, что там ещё, кишечника. Ну, здесь, потом, сейчас в диспансеризацию уходит обследование дерматолога. И на первом этапе смотрит тропевт, то есть вот визуально, есть ли какие-то изменения на слизистых оболочках, на коже. И вот та же меланома тоже выявляется очень рано. Причём я хочу сказать, что вот по исследованиям этого года, ну, вот мы статистику уже ведём, у нас выявляются действительно онкологические, вернее, злокачественные образования. И что самое, в общем-то, вот, ну, скажем, это хорошо, что они все первой, второй стадии. То есть на ранней стадии выявляется, когда есть возможность, ну, в общем-то, вылечить, да, вот, человека, и он ещё проживёт долгую жизнь. Мало того, что вылечить, так ещё и вылечить с наименьшим дискомфортом для пациента. Конечно, если хороший пример браколы, ректальная операция на начальных стадиях и объём лекарственного лечения будут однозначно менее травмирующими, с меньшим негативным влиянием на качество жизни после лечения по сравнению с запущенными стадиями. Поэтому, наверное, пациенты боятся всё-таки неизвестности и, пытаясь отрицать диагностику, просто-напросто считая, что это поможет им этого избежать. Поэтому для них самое главное объяснить им и понять, что чем раньше мы выявим, тем комфортнее им будет. Выявление на разных стадиях – это абсолютно разные методы лечения, поэтому будем надеяться, что всё это будет как можно меньшей стадии, с как можно меньшим дискомфортом для пациента, с наибольшим качеством жизни уже после нашего лечения. Ну вот акция уже идёт, да, и к вам уже были адресованы какие-то пациенты, которые прошли вот такую диспансеризацию? У нас, в принципе, идёт непрерывный поток пациентов, поэтому пациенты приходят и приходят с новообразованиями, выявленными активно. И нельзя забывать, что не все эти тесты, которые при скрининге, при диспансеризации определяют какую-то патологию, по итогу оказываются злокачественным процессом. Поэтому часть из них мы всё-таки переводим в доброкачественные или какие-то хронические неопасные заболевания, которые не относятся к онкологическим, хотя и требуют лечения. Но часть пациентов действительно появляются, они приходят, и это действительно пациентки с минимальными формами рака, и этим пациентам мы можем предложить наиболее приемлемое для них лечение как с эстетической точки зрения в виде сохранения молочной железы, так и с замечательными результатами именно относительно излечения от этого процесса. Вы хотели дополнить? Я хотела дополнить, что опять вот за период с начала акции у нас прошло население в два раза больше, чем за два предыдущих месяца. То есть всё-таки это приятно, что люди откликнулись, увидели, скажем, и рекламу, которая у нас и в общественном транспорте, и во всех поликлиниках, то есть во всех общественных местах у нас расклеены собственно говоря, буклеты с тем, что эта акция идёт. Везде проводится работа и работодатели, и с людьми, и администрация, и люди приходят и действительно начинают заботиться о своём здоровье. Это очень радует, потому что всё-таки видно, что люди уважают труд медиков, которые нон-стоп работают, называется, по столько времени в течение суток. Ну и когда вот такая дача, что люди приходят, они просто вот, врачи сидит, бригада, и никого нет. Но это самое обидное, конечно, выходные, потому что у всех тоже, понимаете, семья своя, дети. Мы сидим, ждём, когда к нам придут пациенты. Люди приходят. Это такая очень большая радость для, скажем, для медработников. Задам последний вопрос вам. Что нужно иметь при себе, чтобы можно было пройти акцию «Здоровые сердца» Приморья? Ну, безусловно, нужно иметь паспорт при себе с НИЛС и свидетельство, страховое, полис медицинского страхования, да, и всё. И привязка к поликлинике не обязательно. То есть можно обратиться в любую поликлинику? Даже если вы в командировке в другом городе, в Приморье, тоже можете обратиться, и вас везде обследуют. Да, но просто так направлю, что, а если у вас выявляются какие-то подозрения на заболевание, то на второй этап вы уже будете проходить по своему месту проживания, потому что, то есть, коль подтвердится заболевание, вас поставят на диспансерное наблюдение, будете наблюдаться уже у своего врача. Дай бог, чтобы этого не произнесло. Да. Ну что ж, тогда всем нашим зрителям желаем здоровья и заниматься своим здоровьем обязательно. Это важно. И вниманием к здоровью. Да. Я напоминаю, это была программа «Время говорить», и сегодня мы говорили о том, как сохранить своё здоровье. В гостях у нас были Олег Аргишев, заведующий онкологическим отделением хирургических методов лечения опухолей молочной железы Приморского краевого онкологического диспансера и врач регионального Центра общественного здоровья Ирина Дага. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...